Откройте Писание в книге Откровения, 16 глава, страница 1917. Итак, Священное Писание, Откровение, 16 глава, начиная с первого стиха. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылите семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу львов. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. «И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, «потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь. Они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачным, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, «И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. «Все иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон». Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из Храма Небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, такое великое. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярость и гнева его». «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая». Занимайте свои места. Прежде всего, в этот вечер, глядя на вас, ваших детей, хотел бы сказать молодежи, вам и всей церкви, а также тем, кто смотрит нас онлайн. Молюсь, чтобы все то, о чем я буду говорить в этот вечер, период, в который будут происходить эти события, происходили тогда, когда мы будем уже на небесах, а не на земле. Все, о чем будем говорить в этот вечер, относится к времени, когда Церковь Господа уже восхищена на небеса. Существует много текстов Писания, говорящих, что нас ожидает слава, а не гнев. Гнев Божий изливается на землю неоднократно на протяжении истории, в разных местах и по-разному. и с разной силой. Дорогие братья и сестры, в период, когда изливаются семь чаш, гнев Божий не знает границ. этот гнев беспощаден. Это гнев максимальной концентрации. В прошлый раз я уже говорил, что гнев Божий – это возмездие Божье. И этот гнев описан в 16 главе книги Откровения. Хотел бы рассмотреть индивидуально каждую чашу или изливание гнева из каждой чаши. После чего, как и обещал, более детально, мы поговорим о последней битве Армагеддон, так как есть очень много ссылок в Писании, и для этого нужно отдельное время, это отдельная тема. Следующие главы описывают в деталях уничтожение Вавилона во всех его формах. Вавилон – это духовное понятие, которое проявляется во многих формах в истории. Вавилон является столицей и царством Антихриста, и когда Бог уничтожит Вавилон, и царство Антихриста, самого Антихриста, и все формы его проявления в этом мире. Обратите вначале внимание на раны, которые преследуют или поражают принявших начертания зверя и поклоняющихся образу Его. Раны ужасные и болезненные. Неизлечимые раны. Позже в тексте видно, что эти раны неизлечимы. Это рана на весь остаток жизни. Это физическая рана. Не в духовном смысле, а именно физическая рана. Потому что начертание зверя это физическая печать. сегодня люди пытаются отвергать Бога и заменить Его. Пытаются играться с человеческой генетикой в своем желании контроля и абсолютной власти над всеми жителями земли. Проблема в том, что генетика человека была атакована еще грехом. Слово Божие нам говорит, что Бог сотворил человека с абсолютно совершенной генетикой. Человек функционировал в мире без боли, без болезней, без смерти и без старения. Генетика первого человека была создана абсолютно совершенной. Когда грех пришел в мир, то атаковал или вмешался в человеческую генетику, принеся ей болезни, заболевания, старение и смерть. сам Бог контролирует человеческую генетику и через разные факторы, влияющие на нас физически, снизил длительность жизни с тысячи лет до 120 лет и затем до 70-80 лет. В последние годы люди сделали открытие генетического состава и стали заигрывать с генами человека. Человеческая генетика была создана Богом. И когда человек вмешивается в гены, он заходит в запретную территорию и начертание зверя это вторжение или внедрение в генетическую составную. Человек, вмешивающийся в гены, это как мышка за штурвалом самолета. только разница намного больше. Ведь человек заходит на территорию Творца и влезает в недоступное для его разума и понимание. Вы знаете, что в медицине и науке постоянно, когда вторгаются в человеческий организм и мы ни в коем случае не унижаем и не отрицаем открытие медицины и науки, но мы знаем, что существуют побочные или последующие эффекты. Нет ни одного медикамента в этом мире, который бы не имел побочных эффектов. существует множество противопоказаний каждый раз при принятии того или иного препарата в организм человека. В этом случае мы не имеем в виду вмешательства в генетику. Когда же мы говорим о генах, когда говорим о каком-либо веществе, об элементах или инородном теле, которое вводится в организм человека, то оно паразитирует генетику, вторгается в нее, соединяется с ней и изменяет ее. мы говорим об этой ужасной и болезненной ране, которая была у принявших начертания зверя. И здесь в стопках скажу, этот вирус, который удивляет людей, действует достаточно интеллигентно, прикрепляясь к человеческой клетке, сканирует ее, выявляет слабые места в организме каждого человека и атакует именно это слабое место. Не удивляйтесь, и я не удивлюсь, если этот вирус является искусственно созданным. Уж слишком он умный и хитрый. действует как диверсия. Но вы же знаете, что люди имеют способность с помощью химии или химических препаратов контролировать поведение эмоциональную и психологическую реакцию человека. И это не вчера открыли. Когда тебя пытают в камере пыток, всего лишь предлагают чашечку кофе, и уже через час ты не знаешь, что ты делал и что ты говорил. очень часто в результате таких пыток используются препараты, после приема которых улучшается память намного лучше, чем в реальности, и ты рассказываешь все, что знаешь. Это те способы, которые использовались нацистами и коммунистами десятки лет. И это задокументировано. Это документально подтверждено. То, на что способны сегодня военные элитные подразделения, мы можем себе только представить спустя уже десятки лет тестов, испытаний и открытий. Первая чаша Божья. Это месть Божья за печать смерти, за начертание смерти, которые многие люди примут в знак лояльности зверю. вторая и третья чаша в морях, реках и источниках рек. Слово Божье говорит, что они сделались кровью. Интересно, что когда речь идет об этих водах или морях и океанах, то говорится, что сделалась кровь как бы мертвеца. Это означает, что не просто будет вода красного цвета, но она будет сворачиваться, как застывшая кровь, как паста. мы знаем, что в Карибском море и других морях были периоды, когда микроорганизмы инфицировали целые морские зоны и все виды морской жизни в тех зонах погибали. Это задокументировано также. это то, что происходит время второй и третьей чаши. Более того, когда поражены реки и источники, то инфицированы источники питьевой воды. И Библия говорит, что дал им пить кровь, потому что они достойны этого, заслужили это наказание. Это вторая и третья чаши. Четвертая чаша, солнце, усиливает свою силу. И мы знаем, насколько опасными могут быть эти солнечные взрывы или вспышки солнечных лучей. люди пугаются, изучают солнце и следят за этими вспышками, которые выбрасывают радиацию на землю. Такие вспышки уже бывали и из-за них были проблемы, но не в таких масштабах, как когда Бог повелит солнцу, которое светит и видит происходящее на земле и усилит свою атомную активность. За этим следует мрак, темнота. Интересен тот факт, что пятая чаша вылита на престол зверя и царство зверя покрыто тьмой. Хочу здесь также сделать небольшие кусковки. Существует много способов интерпретации библейских пророчеств и особенно пророчеств книги Откровения. Существует исторический способ, когда исследуя историю, наблюдаешь циклические исполнения пророческой концепции. Например, понятие об антихристе. Иоанн говорит «дух антихриста уже в мире». И существуют прототипы антихриста в истории, и я могу упомянуть несколько из них. Антиох, эпифан, Ирод, Нейрон, Наполеон, Александр македонский Дониво, Гитлер, Сталин. В той или иной форме все они являются составными частями, указывающими на образ зверя. Зверь как бы формируется из компонентов. Каждая империя становится частью и способствует формированию и образованию образа зверя или антихриста. Ни один из этих диктаторов, ни одна из этих форм проявления антихриста не является самим антихристом. Он появляется в конце, в образе зверя. Итак, когда говорим об этом мраке, то говорим о чем-то, чего еще не происходило в истории. еще один способ интерпретации Библии это символический. Например, тут говорится о нечистых духах, подобных жабам. Духовное описание, но символическое. Жаба это нечистое существо. Можно интерпретировать и буквально. То есть, на самом деле выйдут жабы. В данном случае мы считаем, что тут может употребляться и символическая, и духовная интерпретация. Что это за тьма или мрак? Когда солнце сжет, и есть тексты в Библии, где сказано, что в семь раз сильнее, и затем наступает тотальная тьма. Знаете, что эти казни изливаются по парам, когда речь идет о водах, которые стали кровью, моря, реки и источники, тут говорится о двух чашах. Тут же говорим о усилении солнечных лучей или вспышке солнечной активности и тут же мрак. И царство антихриста погружено во мрак. Вполне возможно, что это технологический мрак. Возможно, как вы уже знаете, что когда активность солнца увеличивается, усиливается сила излучения, то люди боятся, чтобы это не уничтожило всю систему электроэнергии, соответственно, систему интернета, и обрушить все эти жизненно необходимые системы. Если исчезнет интернет и люди больше не могут полагаться на технологию, жизнь становится очень сложной. Тогда наступает экономический и технологический мрак. Почти невозможно функционировать. Царство антихриста подрезано прямо у корня своего существования и наступает мрак. Вполне возможно, что этот мрак и стоит понимать в переносном смысле. Шестая чаша это высушенная река Ефрат для того, чтобы приготовить путь великому воинству, идущему от восхода в сторону Иерусалима. В ожидании великой битвы Третьей мировой войны. Это последняя битва Армагеддон. Об этом поговорим в следующий раз. и седьмая чаша это последний катаклизм. Библия говорит, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. «И город великий распался на три части». Мы поговорим об этом, когда будет тема о Вавилоне. «И города языческие пали». Что такое город? Город — это организованная форма жизни, самая подходящая для системы управления антихриста. не знаю, заметили ли вы, что в данный момент и в этой стране, и в других странах обществом доминируют густонаселенные демографические зоны городов, особенно больших городов. Очень легко распространить какую-либо философию или идеологию там, где большая концентрация населения. Даниил говорит, что вот что об антихристе, что будут поклоняться Богу крепостей, то есть городов. Доминирование антихриста основано на массовых концентрациях людей. И вот когда происходит землетрясение, когда Бог потрясает землю, происходит невероятное. Все города человеческие разрушатся до руин. Все эти места массового населения людей. «Затем остров убежал и гор не стало и град величиною в талант. Это значит огромные камни падают с неба. Пал с неба на людей. И падение этого града очень великое. идет дождь огромными камнями». Три важные вещи об этих казнях. чаши наказывают и мстят в трех направлениях. И мы должны знать это, понимать и принимать решение именно сейчас. Во-первых, эти чаши поражают начертание зверя. оставшиеся на земле, не имеющие участи в вечности с Богом, те из язычников, которые еще на земле во время казни, изливаемых из чаш, являются людьми, обозначенными сатаной, людьми с начертанием сатаны. В этот период Бог поражает за этот знак и за это начертание зверя. Это неотъемлемый координат войны, который Бог объявил человечеству, святой мести и гнева Божия. Как только они приняли знак, они сразу же стали мишенью гнева Божия. это первое направление гнева Божия. Начертание зверя. Не знаю, каким будет начертание зверя. Я уже говорил с этой кафедры, что уж очень подозрительны все эти обязательные требования, которые устанавливают правительства всех стран в мире одинаково и насильно. помните, какие методы применялись в Румынии, когда ставили прививки детям или делали укол, опускали штанишки, затем хлопали несколько раз и резко вводили иглу шприца. Будьте очень внимательны и смотрите, чтобы не начали похлопывать по вам, потому что в один из таких хлопков будет игла. Правительство не имеет права заставлять человека насильно сделать то или иное по отношению к твоему организму. это же их аргумент на протяжении десятков лет «моё тело, что хочу, то с ними делаю». Хотя в случае беременной женщины в утробе находится тело другого человека, имеющий такое же право на существование, как и её тело. Это твой организм, твоё тело. берегись этой так называемой анестезии в кавычках, через которую пытаются понизить защитную систему твоего организма и даже знать не будешь, какой вред тебе нанесли, потому что это дух обольщения. На этикетке начертания зверя не написано начертания зверя. Нет противопоказаний, это демоническая ложь. Бог мстит всем тем, кто приняли начертания зверя. Во-вторых, в этих чашах отмщение за кровь мучеников. Не только за начертания зверя, но и за кровь мучеников. Вторая и третья чаша. Послушайте. Второй ангел вылил чашу свою в море и сделалась кровь, как у мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод и сделалась кровь. И услышал я ангела вод. Интересно, это структура у ангелов. У них власть господства и ответственности. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил». Не случайно вода стала кровью. За этим действием стоит мотивация Бога. Хорошо обоснованная причина для такого поступка. За то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь. Они достойны того. Они заслужили это наказание. И теперь смотрите 7 стих. «И услышал я другого от жертвенника говорящего, ей, Господи Божий Вседержитель, истинный и праведный суды Твои». Вернемся в Откровение 6 главу и посмотрим на пятую печать. Откровение 6-9. «И когда он снял пятую печать, я увидел поджертвенником души убиенных за Слово Божие». из-за свидетельства, которые они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколи, Владыка, когда прольется гнев Твой? Не польются ли все чаши одновременно? Владыка, Святой Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, сказанные им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они дополняют число». Знаете, что значит дополнить число? Это означает, пока не будет убит последний мученик, и затем уже не принесены в жертву больше мученики, ибо не осталось святых на земле. То есть они убиты или восхищены, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они дополняют число. Когда изливаются эти две чаши, то жертвенник говорит, святые под жертвенником, мученики под жертвенником, говорят, да, Господи, Вседержитель, истинные и праведные суды Твои, месть за кровь святых отомщена, когда гонителям, врагам этих мучеников, врагам Божьим и палачам, которые их убивали, дает им пить кровь. Это да? И изливается тотальная ярость Божья против носителей начертания, против виновных в крови мучеников и в третьих виновных в отвержении Творца. Мне кажется, очень интересным, что в 16-й главе поведение этих казней поведение людей полностью лишено покаяния, поведение полного отвержения. Заметьте, что в этот период люди уже не заявляют, что Бога нет. люди отвергают Бога, люди одержимы нечистым. Сатана вошел в них. Знаете, когда ситуация уже неисправима? Когда Сатана входит в человека. помните, что говорится об Иуде Искариоте? В него вошел Сатана. И это необратимо. Начертание зверя это знак принадлежности демонам. Посмотрите на поведение людей в 9-м стихе 16-й главы. «Ижог людей сильный зной, и они хулили, унижали и смеялись. Хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу». 11-й стих. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». 21-й и последний стих из 16-й главы, вторая половина. «И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая». Когда гнев Божий изливается на землю, то кроме остатка Израиля, и мы коснемся этой темы на следующей неделе, когда будем говорить о битве Армагеддон, люди уже лишены благодати. Благодать полностью переходит от язычников к Израилю. На земле люди достойны казни и гнева Божия. А теперь послушайте внимательно. очень удивительно, как в этом тексте, описывающем гнев Божий, как бы проскальзывает один-единственный стих о благодати для тебя и меня в этот вечер. Слова Господа нашего Иисуса Христа описаны в этом единственном стихе этого текста. В самом центре описания этой уничтожающей ярости Божьей, в самом центре самых ужасных событий этого текста еще до того, как это все произойдет. И вот в этом стихе мы видим, что из этого страшного конца истории Христос представил один стих в Священное Писание именно для тебя. И вот что говорится в 15 стихе Откровение 16 глава. «Се иду как тать блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему наги, и чтобы не увидели срамоты его». Перед тем, как поговорим о бодрствовании и хранении себя, «Кто есть этот нагий человек, срамота которого видна во время гнева Божия?» Обратимся в Откровение 3 главу. Тут Бог говорит о ставленной церкви, Лаодикийской церкви. Читаю с 15 стиха 3 главы. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, «Так говорит Аминь, свидетель верной и истинной начала создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергнут тебя из уст моих». Вместо того, чтобы тебя принять, он отвергает. Вместо того, чтобы забрать тебя, он оставляет тебя. Вместо того, чтобы держать тебя, он извергает тебя. «Ибо ты говоришь, «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кто же этот человек, который во время гнева Божия ходит ногой и в срамоте. Это покаявшийся, который не бодрствует. Это христианин, который не хранит одежду свою. Это Лаодикийская церковь. На грани этих двух церквей, восхищаемой Филадельфией и оставляемой Лаодикийской, находишься ты в этот вечер. Обратите внимание, сколько текстов из Писания адресованы неразумным девам. Тем верующим, которые не каются, брошены вон, где будет плач и скрежет зубов. Дорогой христианин, если не покаешься сейчас, то тогда уже не сможешь покаяться. Не верь лжи, что придет великое духовное пробуждение. Где духовное пробуждение в Откровении 16-й главе? Его не существует. Есть только боль, тьма, хула и отвержение. Если не покаешься сейчас, то не сможешь покаяться тогда. Мой призыв в этот вечер — еще время благодати, еще есть благодать, еще проповедуется Евангелие, еще Бог призывает к покаянию, еще не падают камни, еще не сошел огонь, еще не пришла тотальная тьма, но скоро придет, потому что мир отвергает Бога и наполняет землю кровью мучеников и уже очень скоро примут печать дьявола. Приглашаю вас подняться и помолиться, чтобы пришествие Христа не пришло как тать для нас с вами. Знаете, почему в Откровении 16 главе говорится «се иду как тать»? Потому что для небодрствующих Христос придет как тать. Мы не таковы, как те в мире, чтобы день пришествия Господа настал как тать для нас. Мы имеем пророчество, мы имеем Писание, мы имеем Евангелие. Братья и сестры, помолимся о духовном пробуждении и покаянии всей Церковью. Аминь.